Приложение Alfred. Что мы такое делаем для вас? Мы передвигаемся в будущее, достаточно отдаленное на мой вкус, где человечество уже не ходит само в магазины, не оплачивает разовые такси, не ждет предзаказ iPhone 14 Pro, как некоторые тут сидящие, а живет по подписке. Все по подписке, не достаешь кошелек вообще. Ты плачешь, по сути, абонентскую плату за свою жизнь. Допустим, квартира, искатель, риэлтор, что-то туда-сюда, не круто. Ты плачешь, допустим, тарифный план, жилье базовое или жилье, который работает дистанционно. Фрилансер, да, пакет фрилансер и получаешь там какую-нибудь свою там полочку, да, два на три. Вот такой сервис мы ему предлагаем. Он называется Alfred. Почему? Ну, потому что ты своеобразный Брюс Уэйн и Alfred все взрослые проблемы берет на себя. Вот он в шляпе. Подписка на все. И когда я говорю на все, я имею в виду, ну, буквально на все. Ну, все сферы человеческой жизни, которые только можно как-то систематизировать, и они какие-то ежесрочные, все это мы оформляем в подписку. Мы считаем, что такое приложение, конечно, в каком-то отдаленном будущем, пол пятого утра, оно, типа, ну, типа, тебе ничего, кроме этого, не надо. Ну, браузер тебе нужен или что-то там на смартфоне нужно, банковское приложение какое-нибудь, и Alfred, и все. Вся твоя жизнь умещается в нем. Ну, а банковская приложение тебе нужна, ну, знаешь, выплачивать его. Изначально идея родилась, ну, как бы из мема, да, мем, вы же знаете, наши родители и родители наших родителей. У них что-то, короче, есть всегда. Не всегда, но часто, знаете, за душой что-то есть. Гаражи какие-то, дача там у них есть. Что-то квартиру разменяли на две там по однушечке, как-то нормально что-то крутится, да. Вот мы, 30-ти младшие около того, да что-то как-то, и вроде, да, ну, IT жалуется грех, да, но что-то сюда, что-то ничего нет. У этих есть, как-то вот, но это, конечно, мем, да, но с долей правды. Это не какое-то такое эмпетическое наблюдение, это действительно существующий тренд. Чем дальше влез, тем более молодое поколение, чем моложе поколение меняет свое отношение к владению. Об этом чуть позже Михаил скажет, если так по вершкам, да. Обладать вещью все больше начинает не как ни кайф, да, не круто, у меня есть вещь, а как будто бы тяга-то, у меня есть вещь. И с ней надо что-то как-то думать, что она меня там, я не могу просто сорваться куда-нибудь. Ну, понимаете, думать вещи, да. Вторая вещь, ну, совсем такое, да, смотрим на важные трендовые штуки, особенно если мы про будущее смотрим, да, мы называли эту штуку неосознанное-осознанное потребление. Ну, это такое, типа, чтобы красиво звучало, но я объясню, что это такое. На самом деле сложно человека, который не энтузиаст в этой теме, да, его в это склонить. Ну, типа, что-то думать надо, да, там, что-то правильно одежду выбирать, там, фастфэшном не увлекаться. Нет, это все берет на себя наш сервис. Ты неосознанно, не парясь об этом, на самом деле вовлекаешься в осознанное потребление. Ведь мы по подписке привозим тебе одежду, но вот все важно, мы еще и забираем ее. Допустим, спустя полгода одежда пришла в негодность, специально обученный дрон, как у Яндекса, знаете, да, курьер, который еду развозит, ездит по вашему райончику, это типа, и переизобретаем все новое, хорошо забытое, старое, да, как бутылочки оставляли наши родители, их родители с молоком, там, забирали, заново молоко привозили. Ну, то же самое, значит, дрон по райончику ездит, вы все старое ему отдаете, старое перерабатывается, стирается лифт. Если невозможно, все это на материалах. И вот неосознанное-осознанное потребление. Даже если человек не в теме, он все равно как бы молодец. Смежная здесь тема, экология, да. Экология же какой фокус, да, есть люди, которые в теме, есть люди-энтузиасты, ну, им там доказывать, что не надо. Но есть люди, которых сложно убедить, и я думаю, вы знаете, по своему примеру, что экологию, ну, в хорошем смысле, сложно продать. Человеку, который не в теме. Ну, мы, как я думаю, как дизайнеры интерфейса должны понимать, что редко виноват пользователь, да, как бы не обвиняя игрока, а проблемы в игре. Пользователь ведь не видит в данном случае какой-то краткосрочной перспективы для себя, да, быстрых эндорфинов не получает. Экология – это такая игра в долгую, но мы не можем пользователя винить в этом, но мы можем ему помочь. Более того, мы можем тебя тяготу взять на себя, как мы обычно и делаем. И действительно, вся переработка, мы заботимся о том, что материалы экологичные, мы заботимся о том, что мы тебе там пластик лишний не пришлем, мы заботимся о том, что мы то, что ты сложил там в этого нашего дрона, который по район видит, мы там все правильно сделаем. И пользователь как бы хороший, и он как бы и не парится при этом. Перехожу поближе к сути, короче, да, такая история. Наверняка каждому потребовался однажды вечерний костюм на выпускной, там вся фигня, и все, да, и куда его девать. Это не экологично, это непонятно, это неосознанно, он лежит с тех пор на Авито, там, не знаю, как надо продавать. Короче, Альфред, все, заказываешь костюм, он там какой-то модельный ряд, какие-то наверняка с этой тресеты есть, сейчас пока не углубляюсь в это, он тебе просто приезжает, ты им попользовался, ты его отдал в дрона, до свидания. Подписка на что бывает? Ну, это уже сейчас есть, но это такой, например, гастерномия всякой, да, на еду, ну, конечно, подписка на еду, ну, кофе, например. Шире мыслим, да, машина, да, есть каршеринг, но каршеринг по-моему другое. Каршеринг это такая штука разовая, да, ты, может быть, хочешь обладать автомобилем, но ты не хочешь обладать автомобилем в полном смысле этого слова, ты не хочешь водиться, ну, я про себя, короче, говорю, ты не хочешь бензин чинить, я понять не имею, да, я даже знаю, что это за машина, на самом деле. Ну, типа, на машину нужна тебе, да, и сервис должен брать за меня всю морокку эту, да, у меня есть подписка на машину, у меня кончился бензин, я приехал, бензин каким-то образом оказался у меня в этом самом, я даже не знаю, 92-й там, или что, кофе вообще у меня. Машина сломалась, она починилась, ну, пришел дядька там, или меня заменили машину, у меня машина по подписке, меня еще не парит. Демо, ну, ее разработчики с нами, настало время их, как минусы славы, показываю приложку, короче, я надеюсь, что я показываю про марку, вот, показываю. Хорошо, вот она. Так, сделаю. Ну что, ну, погнали. Хорошо, вот мы с вами на главный экран. Это наш такой дашборд. Вот, здесь мы тебе выводим все плашечки по твоей текущей подписке. Сверху твоя суммарная подписка, сколько ты должен будешь отдать 15 декабря, так ты уже готовься. Справа у нас Камила, да, это все-таки такая важная вещь, это очень такая личная штука, но всякие семейные тарифы тоже, конечно, там надо. Далее мы тебя расшифровываем по пунктам, там, жилье в том числе, да, ты платишь еда, там, одежду, у тебя все это подписки твои. Ну, понятно, там, допустим, общественные такси-сервисы, но это все пытаемся объединить, будущее все-таки, да, все это. Ну, на самом деле, всякие, типа, операторы мобильные, это уже наскакивают на это, да, всякая, там, йота, она же тебе пакет, там, и Яндекс.Музыку, там, и ТикТок, и Ютуб, все в один тебя меняют. Ну, типа того, можно договориться, даром, что это разные игроки. Ну, все сервисы, да, все, что тебе нужно, ты, допустим, разработчик, все твои разработческие сервисы, дизайнеры, все твои фигмы, и дзеплины, и скетчи, там, все в одном месте. Вот это вещь. Далее, что мы можем сделать. Допустим, мы хотим новую подписку, да, это все есть, и одежда какая-то мне приходит, но хочу потоньше, хочу какой-нибудь новый набор одежды, или какая-нибудь, там, коллекция нового вышла. Нажимаю плюсик, плюсик нажимаю, моделька загружается, хакатон все-таки, ну, вот, моделька загрузилась, да. У нас будущее, во-первых, будущее, во-вторых, это одежда, да, одежду крутить, может быть, и не очень нужно, но у нас крутится, 3D-моделька, все по-честному. С одеждой, не знаю, но какая-нибудь, допустим, если у тебя устройство по подписке, да, скажем, у тебя новый iPhone приходит, там же важно посмотреть, там, Lightning или USB Type-C, все еще. Ну, типа, крутить надо, крутить прикольно, и вообще будущее, классная технология. Но нашу Камилу, помните, Камилу, да, с тобой, да, она не устраивает, ну, что это такое, она моделька, с тобой, она хочет посмотреть на себя. У нас, к сожалению, у полпятого не было Камилы под рукой, но у нас был блендер, и поэтому Камила смотрит на себя, ну, в какой-то своей 3D-проекции. Допустим, у нас будущее и мета-реальности дела, мы имеем цифровой слепок Камилы, и она, как Симса, себя настраивает. Ну, в данном случае, вот она смотрит на себя в черном, возможно, ей нравится, возможно, нет, ее интересует, что-то более цветное, она такая, ну, что там у Гоши Рубчинского, да, он до сих пор существует, оказывается, мы зашли на его сайт, там до сих пор новое шматье выходит, оно до сих пор дорогое. Ну, это, возможно, она такая, возможно, интересует более такой стейтмент, да, позиции в гардеробе. Вот это есть, но одежда не очень сложная, давайте посмотрим что-нибудь поинтереснее. Жилье. Ну, аренда, ну, знаете, да, аренда, там, объелка, это все, ерунда вся, да, короче, нет, все, жилье по подписке. Тритрую, ищу сам, ну, был бы вот же, как классно, было бы просто в пилашке, как вайвит, или не знаю, как в этом, как в самокате, там, заказываешь себе дом буквально, да, вот такое. Ну, да, конечно, даже надо посмотреть, да, не будешь, это просто по фоткому выбирать, нам бы сейчас там так себя. Да погнали, короче, все, здравствуйте, я в квартире, по домам, значит, что, смотрю, как там все устроено, ну, и аж, сами понимаете, да, там, какая-то угла там с тряпочкой, ну, не знаю, ну, это будущее, если положено, видимо, там, светильники, где можно посмотреть, да, там, что-то, какие-то картины висят, о, Икеа у них, все-таки, светлое будущее, Икеа вернулась, и как, ну, часы, ну, нормально, кстати, было бы прикольно, если время показывало. Ну, короче, ну, если никто не знает, какое в том, что время сейчас появилось в настоящее время, наверное, материал посмотрел, там, потолок, все, светильники, там, трещины даже есть, да, ну, это все-таки, как бы пакет филансер, человек должен понимать, да, что, наверное, чуть по дорожке смотрю себе, варианты какой-нибудь, возможно, даже видосака можно будет сделать, ну, это такая, идея хичи. Ну, и прямо сюда, может, это дело оформить, ну, хорошо, это была новая подписка, что еще интересно можно сделать, давайте посмотрим тарифы, да, я могу как-то детально настраивать, ну, там, детально шмотки выбирать, детально квартиру выбирать, ну, может быть, я не такой, человек, может быть, меня интересует какой-то больший масштаб, такой птичий полет, типа, да, я перехожу в тарифы, сейчас я вижу свой текущий тариф, действительно, я могу там перенастроить, я, может, не хочу платить каждое 15 число, я, может, хочу платить каждое, там, другое число, может, я не хочу платить ежемесячно, я хочу ежегодично платить, ну, это вообще, прикиньте, давайте, какой-то, типа, один раз, там, в январе он заплатил, и все, и все деньги, ну, хотел бы, я так же, да, вот, ну, это, понятно, текущие позиции, можешь перевыбрать, уже ли, там, перенабрать. Да, ну, может быть, пакет, ну, то есть, тариф, тариф, например, такой тариф, да, Digital Nomad, типа, этот цифровой кочевник, я надеюсь, в будущем куда более такая распространенная тема, да, сейчас нормальная, ну, типа, 8 тысяч рублей в месяц, и, ну, все, ты, типа, человек мира, считай, да, ты, как бы, игрок в этом, в этой РПГ, ходи куда хочешь, любое жилье, типа, фрилансер тебе доступно, в любой стране, ну, у нас в будущем, возможно, типа, это возможно, безлимитный транспорт в любой стране у тебя, да, любые необходимые сервисы, сейчас-то же это всякая айтишники всякие, да, им наверняка нужно, это все. Другая интересная идея, это демо-страна, и локей, все-таки, штука серьезная, ответственная, представим, что у нас такое более беззаботное время, ты, естественно, ты не экстренно это делаешь, да, ты все-таки как-то осознанно выбираешь, но хочется попробовать, ненадолго, вот тебе демо-сербия, 100 тысяч рублей заплатил за месяцок, да, все сервисы твои, такой пробничек, да, любой, там, опять же, дом из пакета фрилансер, безлимитный транспорт там же, ну, типа, пробуй, ни к чему не обязываем тебя, вернешься, нет проблем, отпуск, да, ну, пытаемся на турин залезть, вот же, плати за две недели, и, как бы, вся Черногория включена, живет в двоих, представим, что это уже такой пакет, как бы, покручем, без трещин на потолке, впитание-баланс, ну, видимо, какой-то там пакет питания покручу уже, да, безлимитный транспорт, понятно, это были тарифы, есть рекомендации, социалка важна, да, но все-таки такие люди, такие люди, смотрим, что интересует наших друзей, возможно, нам не безразличны рекомендации сервиса, посмотрим, Николай Баструнов оформил демо на Казахстан, возможно, это интересно, возможно, по диджитал намадим вместе с Николаем в Казахстане, верненько, хватит уже бензином самое небо туманить, Tesla Model Y себе по подписке оформила, она ни о чем не парится, и она просто приехала, если там что-то не случится, ей другая приедет, я просто хочу, видим, что сервис может рекламировать, допустим, он знает, что что-то ты поднабрал, и как-то тебе, наверное, надо сменить диетку, вот тебе было плюс 25 тысяч рублей в месяц, ну, откуда он-то узнает, он знает, что ты работник IT, 8 часов в день, 5 дней в неделю, хотя я надеюсь, в будущем уже не так будет, ну, представим, что это так, и он тебе говорит, анти-выгорание, у нас тысяч рублей в месяц, нормальная тема, у нас новый сервис появился, а, действительно, ведь новые партнеры могут появляться в сервисе, да, и мы также заворачиваем их в подписки, ведь мы подписывали еще, ну, и мы сделали еще экран-профиль, просто потому что мы можем, ну, типа сделали, ну, надо показать, что, типа, деньги-то откуда-то списываются, все-таки, да, просто попала там какая-то карта, я думаю, предзайли, да, вот, это была демо, демо продукта, это были, как бы, всякие влажные фантазии, а теперь про настоящий бизнес поговорит Михаил. Да, здравствуйте, меня зовут Михаил. Немножко так изучили то, что могли изучить, смотрели какие-то исследования, времени было не очень много, выяснили, что почти 40% миллениалов, значит, больше перекочевывают в аренду, нежели в покупку недвижимости, недвижимость им в покупку не нужна, они лучше будут путешествия, нежели будут себе покупать какую-то квартиру, ну, и вот виды потребления именно арендной недвижимости, такие как коливинги, Airbnb и так далее, стали все более популярны. Дальше. Ну, и правовыми тоже, знаете, да, пришел хозяин, сказал, слушай, все, продаю квартиру, ты выезжаешь. Наше приложение все-таки как-то будет защищать и регулировать еще эти моменты. На 26% за один год, по данным Тинькофф Кредит Брокера, вырос рынок рассрочки и посткредитование. Посткредитование – это то кредитование, которое выдается в магазинах, то есть вот в точках прям продаж. То есть мы поняли, что люди больше готовы как-то разбивать, дробить покупки. Один из таких сервисов по аренде, так называемому лизингу, например, техники, это формат лизинг, да, который тебе предоставляет там подписку на iPhone, ты каждый год его обновляешь, 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 у тебя немножко растет за него цена. Там все это привязано к инфляции, но все же как-то стабильно можно там свои 10 тысяч платить и обновлять постоянно телефон и технику. Здесь можно дальше пойти. Как вообще будем работать, почему это может получиться? То есть один из ключевых партнеров, в любом случае это будет банк, это единственная структура, которая имеет такое большое количество денег и такие кредитные лимиты. То есть и будет два таких вида интеграторов, это сервисы и жилье. Интегратором в качестве жилья может выступать какой-то частный арендодатель, это либо отель, да, какой-то, либо девелопер, какой-то застройщик. У которого есть одно нереализованное имущество. Ну и сервисы. Сервисы, соответственно, просто реализуют активы. Это все автодилеры, стриминговые сервисы, музыка, магазины, вообще все что угодно. Клининг сервисов, даже сервисы курьеров и так далее. Жилье. Там в первую очередь отель, девелопер и частный арендодатель может реализовать свои какие-то стоявшиеся активы. А банк же приводит клиентов, мы приводим клиентов в конкретный банк, допустим, да, и реализуем кредитный капитал этого банка через как раз-таки выдачу кредитов. Немножко понадобили бизнес-модельную устойчивость. В общем, стоимость переключения у нас, то есть вы, так как вся модель потребления завязана на подписке, и вы полностью живете буквально в этом приложении, да, как пользователь, переключиться с этого приложения очень сложно. Начать заново за все платить, ходить самому, оплачивать квитанции, ходить в магазины, да, что это такое, вообще готовить себе еду уже ужасно. Регулярность дохода, так как у нас все тарифицируется, регулярность дохода у нас 10%, у нас 100% продаж автоматически ведут к получению нового дохода, 10%, оценка 10 из 10. Нужно дальше. Перекладывание работ на другие стороны. Наши расходы на создание ценности, да, то есть наши ценности создают действительно другие люди. Это либо адендодатели, либо отели, которые что-то реализуют, либо сервисы, которые предоставляют какую-то услугу. Мы же в своем случае просто брокер, но нам нужно будет как-то эти сервисы привлекать, поэтому здесь оценочка 8 из 10, иногда может быть крайне сложно, плюс сервисы все-таки между собой конкурируют. Масштабируемость. Масштабируемость – это одна из самых низких показателей в бизнес-модели, так как все-таки, допустим, мы говорим там про, был вопрос, я не помню у кого, допустим, вот мы говорим про российского потребителя, и делаем все для того, чтобы россиянин переехал в Чехию, условно. Но для Чеха переехать в Россию будет все-таки сделать сложнее, потому что там свои банки, у них свои структуры, свои документы, и чтобы масштабироваться, нужно будет искать там большое количество ключевых партнеров, общаться с ними и как-то запускать это там. Защищенность от конкуренции – здесь 9 из 10, фундамент модели основан на банке-партнере, установить такие же партнерские отношения кому-то будет очень сложно. К MVP-версии привлекаем основные сервисы, и конкурировать с этими сервисами мы уже тоже не будем, и кому-то будет сложно их привлечь. И такой небольшой ротмап, значит, начинается все с того, что ищем банка-партнера, ищем ключевые сервисы. Пока находим ключевые сервисы, запускаем тут же рекламу в основных каналах дистрибуции, то есть это отели, да, будем рекламироваться конкретно в отеле. Отели будут говорить, вы можете снимать у нас квартиру, не квартиру, а номер на месяц, либо девелопер будет говорить, теперь ты можешь не платить ипотеку, а плати, пожалуйста, вот подписку, там все включено. После запуска рекламы немножко покатаем MVP-версию, нарастим базу поставщиков услуг, и когда уже все поймем, что все работает, будем открывать собственные каливинги, отели для того, чтобы полностью срезать все наши издержки. Вот так вот. За схемой мы хотим сказать, подписывайтесь не только на нас, но и на все, подписывайтесь на все, надеюсь, в будущем это будет возможно. У нас все, спасибо. Спасибо. Ребята, спасибо за презентацию, выглядит очень футуристично, у меня есть вопрос к вам. Смотрите, как я услышала, особенно вот по схемке, которую нарисовали, то, что там участвует банк и разные сервисы, возникает следующий вопрос. То есть, как я поняла, вы планируете, ну, условно, кредитовать ваших пользователей, то есть у вас будет такое совместное взаимодействие с банком. Не спровоцирует ли это какого-то экономического кризиса по типу, не знаю, 2008 год США, мыльный пузырь ипотечных кредитований, и когда начнет там все изыматься, не знаю, у людей? Ну, то есть, что делать людям, которые потеряли свой доход, не могут получить этот кредит, потому что банк перестал их считать платежеспособными? Я постараюсь ответить, да, то есть это работает почти как как раз-таки обычный вид рассрочки, то есть банк выкупает технику и дает кредит. Если действительно очень много людей будет, это приложение не для каждого человека, то есть, ну, вряд ли каждый человек может позволить себе платить большие деньги. То есть, если мы говорим-то про рынок США, насколько я помню, там все началось с падения процента на как раз-таки ипотеки, да, когда банки выдавали очень много кредитов, и действительно такое случилось. Здесь мы немножко от этого можем застраховаться путем того, что не любой банк будет к нам подключаться, и все-таки есть страховки для этого же банка. Это один из видов там сервиса подписок, да, страхования кредитов. И, вероятнее всего, вероятнее всего, не могу здесь говорить точно, экономика к тому времени, когда мы сейчас видим большой, я, как уже сказал, большой вид кредитования именно услуг, то есть банк покупает недвижимость какую-то у девелопера, либо девелопер ее сам предоставляет. То есть мы здесь лишь делимся с девелопером прибылью в некотором роде, то есть отель имеет точно так же некоторую комнату, да, вот этот самый дорогостоящий вид от недвижимости, это платежа. То есть мы не имеем никаких собственных квартир, банк не покупает эти квартиры, то есть он не платит там каких-то 4,5 миллиона рублей условно за каждую квартиру. Не знаю, сколько в Москве квартир стоит, 4-5,5 миллиона. В общем-то, да, недвижимость не принадлежит никому, она принадлежит либо арендодателю, либо отелю, кому она уже принадлежит, но не банку, банк за это кредит не выдает. Банк, скорее всего, будет способствовать подпискам на разные микросервисы, типа там Яндекс.Музыки, если у нее не будет своего API для оплачивания, либо еще чего-то. Вот поэтому мы и говорим, что пока с недвижимостью сложно, поэтому пока все будет через такие брокерские поставки в виде нас. А потом, когда мы уже купим какие-то свои колливинги, да, мы сможем их там продавать и уже как раз-таки будем этим оперировать. Как хорошо, что ты пришел. Да, надеюсь, я смог. Я ничего в этом не понимаю. Да, спасибо за ответ. Так, я вижу еще у Насти там рука тоже. Да, у меня есть короткий комментарий, не знаю, ты уж права я или нет, но мне кажется, что про подписки мы же и так сейчас, ну, это очень похоже на типующую нашу жизнь, это не какое-то будущее, а и так сейчас подписки на каршеринг, подписки на одежду, подписки на еду, на квартиру же, по сути, тоже подписка. То есть мне сначала показалось, что в самом начале, что как бы ты подписку в целом на свою жизнь, но зачем тогда расписывать на главном экране приложения, сколько ты платишь за жилье, сколько за это, сколько за это. Я как будто хочу просто заплатить какую-то сумму денег или даже вообще не платить и не думать о ней, а как-то по-другому рассказывать и показывать, не знаю, там обозначение уровня жизни, место, какие-то названия. Короче, вот этот момент я не понимаю. И второе, я что-то крутая, конечно, ну, вы очень подробно все рассказали, но я немного запуталась вообще про что это, и если возвращаться к формату Хакатона, вот мне было бы интересно больше узнать не про бизнес, а про какие технологии вы использовали, какие фичи вы реализовывали, и что именно с точки зрения как бы разработки и кода было клево. Я рассказывал, технология SwiftUI, 3D-модели делали все с помощью внутреннего рендеринга, есть название по технологиям? Я буду использовать 3D-модели, я буду использовать 3D-модели, в блендере делались 3D-модели через формат UCDZ, перегонялись с SwiftUI, вот эта вещь. Что касается разбивки на цены, ну не соглашусь, нет, человеку интересно разбивка на цены. Нет, мне не согласен, нет, по поводу, типа смотришь 100 тысяч рублей, плати вот как-то. Не-не-не, разбивка нужна, разбивка нужна, вы это хочешь регулировать. Ты можешь посмотреть. Смотря про каких людей, это немного не мочится с твоей идеей. Как бы идея подписка на жизнь, она немножко в другую сторону идет. А так у тебя просто получилась подписка не на жизнь, а подписка на жилье, подписка на машину, подписка на еду. А мы можем сейчас показать экран, если это возможно? Сейчас просто не совсем сможем показать, действительно, времени очень мало, но если что, это... Все, спасибо за замещение, за вопросы. Спасибо, ребята.